В Минздраве Магаданской области сегодня провели пресс-конференцию. Первый заместитель министра здравоохранения и демографической политики Елена Кузьменко обратилась к жителям Колымы с призывом к вакцинации. По ее словам, осталось несколько недель до начала третьей волны новой коронавирусной инфекции. На это указывает рост заболеваемости, а также выявление инфицирования беременных женщин и групповые случаи заражения. А вот то, что касается профилактики, я честно хочу вам сказать, что у нас с вами осталось, уважаемые колымчане, скажем так, по спортивному фору, буквально 3-4 недели, за которые необходимо решить для себя болеть или не болеть. Не болеть, это значит получить прививку, которая сейчас доступна в каждом населенном пункте. Не болеть, это значит носить маски. Не болеть, это значит пропагандировать и использовать самим социальное дистанцирование. Не болеть, это значит соблюдать гигиену. Также призвали к вакцинации тех, кто планирует отправиться в отпуск в другие субъекты Российской Федерации и особенно тех, кто планирует визит за границу. На данный момент Магаданская область оснащена 7 тысячами доз вакцины ГАМ-Ковид-Вак, она же Спутник Ви. После двух этапов вакцины гражданин автоматически получает сертификат о вакцинации – бумажный и электронный, которые появляются в личном кабинете портала Госуслуги. Для того, чтобы избежать проблем с получением электронного сертификата, Минздрав рекомендует заблаговременно пройти регистрацию на госуслугах. Кроме того, в процессе иммунизации специалисты рекомендуют не менять личные данные. В случае, если у вакцинируемого возникают проблемы с получением электронного сертификата, необходимо направить обращение. Через госуслуги подавать жалобу, заявку, обращение, подавать заявку на обращение. Она приходит в Министерство здравоохранения Магаданской области. Каждая такая заявка рассматривается и пофамильно разбирается, в чем причина. Скорее всего, нужно повторно отправить информацию о пациенте. Также колымчанам, которые отправляются на второй этап вакцинации, напоминают следовать точному времени направления на процедуру. А тем, кто еще не делал прививку, сообщили, что записаться можно не только на госуслугах, но и по телефону горячей линии колл-центра. Его номер – 122.